Улица Горького, дом номер 5. Состояние дома давно волнует его жителей и не безосновательно. Подвал нуждается в настоящей реконструкции после пожара 30-летней давности. Фасад здания не менее злободневная тема. Когда будет ремонт балконов и ремонт нашего покраска от дома страшного и так далее и тому подобное. Меня интересует... В этом году, в этом году, в этом году, значит в вашем доме капитальный ремонт не будет и проекта на ваш дом еще нет. Поэтому начали ПМК 79, вот рядышком Горького 7, Горького 3 закончили. И проект у нас разработан на... разрабатывается Горького 11, Горького 15. Вы на очереди. Поэтому все согласно. Вас тем более заменена кровля, заменены входы, подъезды. Как бы вы еще не в худшем положении. Потяжелевшие жировки. Еще один вопрос, стоявший на повестке собрания. Несмотря на разъяснения, предоставленные в средствах массовой информации, некоторые граждане, в первую очередь люди пожилого возраста, как оказалось, нуждаются в дополнительных разъяснениях из уст компетентных организаций. В январе было 0,37-0,34. Был из мусора объем на каждую квартиру. А уже в этом снова повесили 0,38-0,34. То есть 38 килограмм с каждой квартиры мы выносим мусора. Пенсионеры, что мы выносим? Вот это норма, о которых вы говорите, 37 этих 0,38. Было написано 38. Да, 2,3 делим на 12 месяцев. Получается 0,19,17. Умножаете на два своих человека и вот, пожалуйста, 0,38 там сколько. Ну, норма утверждена. Никто не отменял это решение. Безусловно, для пенсионеров каждая копейка на счету. Но сумму, которую сейчас насчитывают за вывоз того же крупногабаритного мусора, даже для этой категории граждан, можно назвать символичной. Добавился вот этот крупногабаритный груз, который вы стали вывозить. Было 2,19. Норма. Дало 2,3. И вот эта разница была 500 рублей. Для вашей семьи это было 450, по-моему, рублей в месяц. Собрание, как сказали сами его организаторы, не было решающим, потому что каждый из поднимаемых вопросов требует индивидуального подхода и времени, а еще взвешенного и адекватного отношения к сложившейся экономической ситуации в стране. Давайте мы все-таки как-то стараться. И помогать ЖКХ, а ЖКХ очень трудно. Они зависят от наших денег. Им дают такой мизер, просто я это знаю. Во все вникнуть, все сделать. Поэтому давайте им доверять, и их слушать, и их уважать. И не говорить о том, что ЖКХ виноват, а исполком виноват, и еще там кто-то виноват. Мы все живем в обществе, наверное, и вы виноваты в чем-то. Взаимопонимание и умение вести диалог, пожалуй, это главное, что поможет в решении любых вопросов. А для этого необходимо организовывать подобные разъяснительные встречи с населением хотя бы раз в квартал. Сегодняшняя встреча показала, что люди идут на диалог, люди понимают и готовы ждать. Но действительно, вот, может быть, такие встречи нужно проводить чаще, чтобы вот это вот напряжение снять. Где-то что-то разъяснить, и люди понимают, они понимают и проблемы, и все. Поэтому люди готовы ждать, люди готовы идти на диалог. Просто надо с ними почаще встречаться. В принципе, мы к этому готовы. Я доволен тем, что хоть дали людям высказаться и послушали по всем тем вопросам, что их волнует.